Продолжение следует... 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 В втором классе до 3 мм это однослойная методика, так как мы переносим именно прикрепленную десну с надкосницей, поэтому не требуется никаких коррекций. Латеральное смещение в однослойную методику также второй класс более 3 мм. И третий класс, первый подкласс поддарного, это двусловная методика со свободным десневным трансплантатом. И то же самое для третьего и четвертого класса. Для четвертого класса я оговорюсь, это не одна операция, а двухэтапный метод, это две операции. Рассмотрим на рисунке протокол. Обратите внимание, узкая щелевидная рецессия. И в данном случае для создания дизайна разреза мы будем измерять здесь ширину рецессии. Мы до этого везде глубину мерили, а здесь конкретно мы будем мерить ширину. Для того, чтобы выкроить следственную косичную лоску, то есть дизайн нашего разреза, как он будет, произойдет, мы измерили ширину рецессии в самом ее широком месте. Как правило, это в шейке зуба, цементное малевое соединение. И эта ширина будет ширина х, прибавляем к ней 6 мм. Это расчетная формула для любого зуба, поэтому 6 мм плюс вот этот х, это будет длина или протяженность горизонтального разреза первого, который мы делаем, для того, чтобы выкроить следственную косичную лоску. Также я хотела бы обратить ваше внимание на рисунки, нарисовано 3 мм плюс глубина зондирования. Что это такое? Вы для того, чтобы... Вопрос всегда возникает такой, на какой высоте провести вот этот первый горизонтальный разрез? Конечно, вы должны провести его, отступив от глубины зондирования, зондирования, на глубину зондирования зубодесневого бразды, чтобы оставить свободную десну на зубе соседнем. В среднем это 1,5-2 мм. Обычно это около 2 мм отступается, да, и вы отрезаете. И дальше, выше глубины зондирования у вас начинается перекрепленная десна. Так вот, если ее более 3 и более мм, то никакого пластического материала мы не применяем. Если это величина менее 3 мм, то требуется применять пластический материал. Опять же, мы еще должны учесть биотип. На этом рисунке обращаю ваше внимание на формирование листинокосничного лоскута, разрезы. Зеленым это разрез нарисован, да, как это будет происходить. Опять же, напоминаю вам, фулл – это полнослойный лоскут. Далее расщепленный сплит выше мукогенвальной границы. Это расщепление, где выполняется только с точки зрения мобилизации листинокосничного лоскута. Края рецессии освежены разрезами скальпеля. 15С, как всегда. И сформирован лоскут по формуле 6 мм плюс ширина рецессии. На слайде вы увидите на рисунке уже перемещенную латеральную слизинокосничный лоскут. Совмещаются края раны. У вас остается небольшой такой кусочек открытой раневой поверхности. Но на верхней челюсти, чаще всего, он полностью нагло хаушевается. Иногда внизу может остаться небольшой этот кусочек. Но мы сейчас обсудим, что с этим делать. Вы сближаете, сопоставляете слизинокосничный лоскут с поверхностью освеженной такой рецессии. И теперь мы приступаем к фиксации слизинокосничного лоскута в новом положении. Как всегда, мы это выполняем двойными обвивными кисетными швами, сопоставляя края раны аккуратно. Первым швом вы утянули лоскут слизинокосничный, зафиксировали. Теперь вы фиксируете расщепленную десну в самой верхней опекальной точке вертикального разреза с двух сторон. Напомню, что швы эти должны быть супно-косничными, для того, чтобы плотно зафиксировать лоскут в новом положении. Итак, вот так выглядит уже ушитая рана. И если у вас остался вот этот кусочек кровоточащий раны с донорского места, то мы его ушиваем так же, как любую донорскую зону. Любым доступным нам методом, как бы рекомендации автора этого метода, ушить ее крестообразным прижимающим вертикальным швом. Также мы не забываем, что мы выполняем ушивание вертикальных разрезов. Обращаю ваше внимание, что вот ушитая донорская зона. На верхней челюсти чаще всего такого вообще не остается. На нижней челюсти бывает, что остаются вот эти окна. Ну, соответственно, они вот таким образом. Там губка или коллагеновая, или гемостатичная, любая. И вот так вот оно ушивается. Сейчас мы с вами повторим протокол латерального перемещения, методику операции. Значит, что мы делаем? Измеряем ширину керотинизированной десны максимально. То есть с каждой стороны измеряем, смотрим, что нам больше подойдет. Все ее параметры. Дизайн разреза выполняем. Это ширина рецессии плюс 6 мм. Формируем слизистонокосничный лоскут, который до муко-генегивальной границы полнослойный, выше муко-генегивальной границы расщепленный. Доэпитализируем атомические сосочки, обрабатываем поверхность корня. Напомню, сейчас вам обработку. Это ультразвуковая обработка поверхности корня. Нанесение 17% ЭДТА на 2 минуты экспозиция. Промывание обильной водой. Обработка поверхности корня зоноспецифической кюретой для удаления импрегнированного мисклеточного дентина. Полировка специальными параметологическими уборами сглаживания. Мобилизация слизистонокосничного лоскута за счет расщепления. Это проходит фиксация, если это двухслойная методика свободного десневого трансплантата, и фиксация слизистонокосничного лоскута непосредственно из закрытия донорской зоны. Осложнение при латеральном перемещении некроз свободного десневого трансплантата. Встречается крайне редко, потому что все-таки трансплантат там закрыт. У него есть и принимающая ложа, и есть закрытая сверху слизистонокосничная лоскута, от которой он питается. Инфицирование донорского ложа тоже такое встречается крайне редко. В основном все пациенты применяют, полностью обрабатывают все. И не знаю, какая же иммунитет должен быть пациент, чтобы у него что-то там инфицировалось. Расхождение швов бывает такое, да. Но в этом случае мы просто ждем, ничего не дергаем. Рецидив тоже может быть. И гематома, отек, да, логично, как после любого вмешательства. Имеет место быть часто. Ну да, при латеральном перемещении вообще фактически, кроме отек, температура тела повышится, может еще какие-то беспроблемные такая операция. Редко вызывает какие-либо изменения общего характера. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...